Манхэттен – это не просто деловой и культурный центр мира. Это образец городского планирования, сочетания различных архитектурных стилей и разнообразия жанров. Театральный Бродвей, небоскрёбы, эпохи арт-дека и современные хай-тек-постройки. Староголландский стиль Уолл-Стрит, переносящий нас на несколько сотен лет назад, сочетается со стеклянным зданием ОН, выполненным в духе послевоенного модерна. Благоухающий Централ Парк и скрипучий колониальный Силь Гарлема. Всё это – Нью-Йорк. Каждая улица, каждый район здесь пропитан историей. Элиот Богот – настоящий архивариус городских легенд. Он, как никто, знает, что работа с недвижимостью на Манхэттене – это не просто продажа билдингов. Это практически актикварная работа, в которой к каждому дому, к каждому зданию относятся как к музейному экспонату. В 1998 году Богот основал Real Estate компанию Broadway Realty. И если вы хотите узнать настоящую историю Нью-Йорка, то вам стоит пообщаться с риэлторами этой компании, которые работали со всеми видами недвижимости – от гостиниц до медицинских офисов, от небольших участков земли до роскошных пэнхаусов. Каталог Broadway Realty – это настоящая энциклопедия нью-йоркской недвижимости. Сам Элиот за 20 лет работы заключил сделок на более чем 2 миллиарда долларов. Своим опытом и советами Элиот Богот поделился в своей книге «Как разбогатеть в Рил-Эстейте». Специально для программы «Америка без границ» Элиот Богот открывает двери в одной из самых эксклюзивных, самых роскошных зданий мира. Леди и джентльмены, позвольте вам представить икону архитектурного стиля отель – Уолдарф Астория. Здесь останавливались самые известные и влиятельные люди мира – королевские семьи, президенты США, голливудские звезды. С 1931 по 1963 год Уолдарф Астория был самым высоким отелем в мире. Пока его, кстати сказать, не обошла московская гостиница «Украина». Сегодня мы окунемся в историю двух семей – Астория и Уолдарф. И познакомимся ближе с легендарным зданием Нью-Йорка. Элиот, наконец-то мы попали в Манхэттен. Путешествовали по всему миру и вернулись наконец-то в наш любимый город. Вы сегодня герой нашего эпизода. Вы представляете Манхэттен и представляете лучшие застройки этого города на сегодняшний день. Так вот, куда вы нас привели? Спасибо, Евгений, за то, что вы сегодня пришли. И спасибо всем нашим телезрителям программы «Без границ». Я рад приветствовать здесь, в Уолдарф Астория. Это место, которое знают во всем мире. Это место находится на парк-авене между 49-й и 50-й улицей, в центре Нью-Йорка. Мы приглашаем всех наших клиентов, покупателей, инвесторов посетить и посмотреть для себя, что собой представляет Уолдарф Астория. Нам презентацию сделает генеральный директор этой гостиницы, Дэн. И сегодня вы услышите все аспекты и узнаете всю историю этого хотела и что собой будет представлять новый Уолдарф Астория. Can you tell us a little bit about the history of Уолдарф Астория, of its creation in the late 19th century? Sure. So, it's really a family feud, which is a lot of fun to be able to tell the story. So, you have these two branches of the Астор family. And so, one was represented by William Уолдарф Астор and his cousin, John Jacob Астор IV, was the other one. And they were historically very competitive with each other. So, ironically enough, they lived side-by-side down at 34th Street and 5th Avenue. But, just always competitive. Love and hate relationship. Exactly. So, at one point, William tore down his mansion and built a namesake hotel that he called the Waldorf. And history tells us that he did it to overshadow his cousin's house. So, not to be outdone, John did the same thing. He tore down his house, built the Astoria, which was taller and larger and more ornate, to do the same. But, they decided very wisely, their best path to success would be to combine the hotels and create the largest and most luxurious hotel in the world, which became known as the Waldorf-Astoria. So, that's how the brand was born. Вообще, какие средние цены у Waldorf-Astoria? Значит, начальная цена очень доступна. Меньше двух миллионов. И можно иметь квартиру достаточно хорошего размера, с видом. И это будет нью-йоркский апартамент в Waldorf-Astoria. Ну, при этом ты сможешь использовать полностью все amenities, полностью wellness-центры, бары, рестораны, спа. Иногда кажется, что у Элиот Богота ключи от всех зданий Нью-Йорка. Потому как из Waldorf-Astoria он нас пригласил посетить новейший небоскреб Нью-Йорка образец современной архитектуры One Manhattan Square. Это стеклянный красавец-великан. Вырос в районе двух мостов, в нижней части Манхэттена. Это жилой комплекс Люкс, спроектированный Мейером Дэйвисом и построенной компанией Extel Development. В 2019 году быстро вписался городской ландшафт. Трехэтажное лобби сочетает в себе уникальный дизайн и роскошное убранство из мрамора. Огромный, вечно зеленый сад соседствует с помещениями, которые обогреваются современными каминами и освещены грандиозными люстрами. And can you tell us a little bit about where we're at, about this building, about the design, and what makes it so special? We are in One Manhattan Square. We're developed by Extel. Extel is synonymous with quality, choice, and excellence. We have over three decades of new development experience with a huge, successful track record. One Manhattan Square is 80 stories tall Тотал 815 residences. Мы имеем взаимодействие 1, 2, и 3-бедром дом. Потому что где мы находимся на острове, мы имеем огромные виды. Виды, что они не подразумевают что-то остальное, что вы будете видеть. Что вы будете видеть? Так, что мы находимся в з-сhape. Итак, вместо обычного 4-корнера, мы имеем 6-корнера. И мы также посетим на англ для того, чтобы два экспозиции из одного дворца. То есть, это 270-корнера из всего этого дома. Что вас привело к недвижимости? Что понравилось больше, что вам нравится больше всего, вот работая с real estate, работая с покупателями, продавцами? Real estate, brokerage – это в первую очередь работа с людьми. То есть, человеческий фактор – это каждый день я встречаюсь с друзьями, клиентами, общаемся. Будь то rentals, будь то sales. Это процесс, который очень мне интересен. Это то, что я люблю. Я всегда делюсь своими впечатлениями. Я всегда рассказываю то, что мне нравится или не нравится. Я всегда даю свое объективное мнение о properties, о том, что продается, сдается. То, что, может быть, даже еще не построено. Это районы, это locations, это то, что мне интересно и всегда интересно моим клиентам послушать. Также вы написали книгу. Значит, книга «Get rich in real estate», которая сейчас на Амазоне, которая сейчас в Barnes & Nobles, которая одна из бестселлеров. Что подвинуло вас написать эту книгу? Давайте вкратце, может быть, о чем эта книга и что можно получить от нее? «Get rich in real estate», как она называется, это для всех. Я считаю, что все должны, как минимум, стремиться быть успешными, знать про инвестиции и, если не инвестировать самим, то всегда поинтересоваться. И здесь в этой книге очень много описывается о инвестициях, как быть успешным и все аспекты инвестиций в real estate. Я думаю, что нет такого понятия «Нравится ли вам Нью-Йорк?» Я думаю, что есть понятие «Мы любим Нью-Йорк». Да. Да. Как сказано «I love Нью-Йорк», это как раз то, что все нью-йоркцы очень любят. И для каждого Нью-Йорк свой, он абсолютно разносторонний. Кто-то любит «виллоч», кто-то любит «сох». Мы благодарим Элиот Багода и компанию «Братвай Риэлти» за эксклюзивное путешествие во времени, которое дало нам возможность почувствовать эту удивительную связь архитектурных поколений. От Волда Фастории, небоскреба деда до небоскреба внука One Manhattan Square. Субтитры создавал DimaTorzok